У каждого из детей, которые сегодня пришли во дворец Пионер, есть своя особенность здоровья. Здесь для них презентовали разные программы творческого и спортивного направления. Мария Сафонова привела сына и, похоже, его заинтересовал туризм. У меня ребенок на инвалидности, уже много лет, диагноз у нас ранний детский аутизм. И такие мероприятия помогают моему сыну социализироваться и включаться в общество. Он чувствует себя обычным ребенком. Мы стали вообще ходить на мероприятия по социокультурной реабилитации, по социальной реабилитации, когда мы стали заниматься. То есть, чем больше ребенок в обществе, тем более естественно он в этом обществе себя ведет. В Тюмени в последние годы появились разные направления адаптивного спорта. Например, паратэквондо. В этой борьбе больше задействованы ноги. Есть инклюзивный туризм. Совсем недавно появился проект «Я могу» по адаптивному скалолазанию, опыт которого в России еще не было. Не просто перенести зацепы так, как нужно тому или иному ребенку, той или иной группе нозологической. Потому что там не все зацепы, допустим, сегодня подходят для того ребенка, а завтра подходят для другого ребенка. Шаг, интервал, расстояние между зацепками – это очень индивидуально для каждой группы. Проект «Я могу» поддержал департамент соцразвития области и благотворительный фонд «ССС». У него четыре направления проектов о поддержке людей с инвалидностью. Спорт – одно из них. Мы любим поддерживать такие проекты, потому что в этих проектах есть и будущее. Есть яркие наглядные примеры, как адаптивный хоккей, как адаптивный техводо. Адаптивный хоккей – это, надеемся, что это один из этих проектов. Команда показывает, команда Тимура показывает, что могут они добиться всего. Главное событие форума будет завтра. В легкоатлетическом маниже будет еще больше презентаций и мастер-классов. Каждый, кто придет, сможет оценить, какой вид увлечения выбрать для себя. Алексей Козлов и Артем Суханов. Тюменская служба новостей.